На этой неделе Церковью совершается память следующих святых. 2 сентября в понедельник, день памяти святого пророка Самуила. Этот пророк жил более чем за тысячу лет до Рождества Христова и известен тем, что был последним из так называемых судей Израилевых. На нем оборвалась эпоха древнеиудейской теократии, когда избранным народом Божиим правили пророки и праведники. И после него началась эпоха царей. Именно он избрал и помазал на царство первых иудейских государей, царя Саула, и затем в преемнике ему указал знаменитого царя и псалмопевца Давида. На этой же неделе Церковью совершается воспоминание подвига и страданий святых мучеников Адриана и Натальи, память их 8 сентября в воскресенье. Эти святые жили в IV веке и известны тем, что ободряли и укрепляли друг друга во время истязаний за веру во Христа и в тех страданиях, которые выпали на их долю. Этим святым издревле христиане молятся о семейном счастье и о преодолении выпадающих на долю каждой христианской семьи жизненных трудностей. 1 сентября Церковь почитает одну из самых чудотворных икон Русской Православной Церкви, именуемой Донской. Своё название икона берёт от событий, связанных с Куликовской битвой. В 1381 году князь Дмитрий Донской выступил с русским войском навстречу татарам-монголам. Битва состоялась на Куликовом поле и закончилась победой русского воинства. По своём возвращении казаки и жители Москвы преподнесли в дар икону Божьей Матери. И с этого момента икона называется Донской. Она находилась в городе Москве и принимала участие во всех важных политических событиях в XVI веке. В 1552 году, во время своего казанского похода, Иван Грозный молился перед этим чудным образом, прося у Богородицы успех своего предприятия. Этой же иконой благословляли на царство Бориса Годунова. Но особую популярность она приобретает после событий 1591 года, когда Москву осадил хан Коза II Гирей. Боясь, что город будет взят, Донскую икону Божьей Матери помещают в полк. Ночью с ней совершили крестный ход по стенам Москвы, и наутро русские войска сумели одолеть крымских татар. После чего в той церкви, в полковой, в которой помещалась икона Донской Божьей Матери, был основан впоследствии Донской монастырь, где эта икона и пребывала до революционных времён. Что касательно написания иконы, то здесь учёные расходятся во мнении. Кто-то говорит о том, что она была написана в XIV веке, кто говорит о том, что немножко ранее. Что касательно авторства, оно тоже, к сожалению, неизвестно. Но современники приписывали её работе знаменитого иконописца Феофана Грека. Или же его ближайшему окружению. В настоящий момент данная икона находится в Третьяковской галерее. И в день своей памяти она торжественно переносится в Донской монастырь, где и совершается перед ней праздничное богослужение. И в день своей памяти она торжественно переносится в Третьяковской галерее. Песня. 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 Дорогая матушка, дорогие отцы, братья и сестры, я рад всех вас приветствовать с престольным праздником нашей древней Святой обители, которая в определенное время по грехам нашим была подвержена запустению, уничтожению и поруганию. Но Господь не прошел мимо этой Святой обители, как некогда самаряне. Сегодня вы слышали евангельское повествование, которого не приняли самаряне, потому что он шел в Иерусалим. И возмущенные ученики говорят, Господи, давай накажем их, пусть на этих самарян сойдет огонь с неба, чтобы потребить их. Господь говорит им, не знаете, какого духа вы являетесь. Я пришел не для того, чтобы погубить, но спасти и привести всех нас к жизни вечной. Здесь Господь есть любовь, Бог Слово, Бог Отец так возлюбил мир, что отдает своего Сына Единородного, чтобы Он вновь вернул в нас то первобытное состояние, от которого первый Адам отказался и ушел в бездну греха, ушел в служение своим страстям. И изменилась природа Адама, изменился весь мир, в котором сейчас мы с вами живем. Не таким был мир после сотворения его Богом. Все это произошло благодаря грехопадению. И вот любовь Божия вновь обращается к падшему человеку. Он посылает Единородного Сына Слово Свое для того, чтобы он принял плоть человеческую. Для того, чтобы, подобно первому Адаму, не в прислушании, но послушании своему Отцу, опять вернуть то первородство, от которого род человеческий так бессознательно отказался и пошел служить врагу нашего спасения. Господь дарует нам свою любовь и наставил его человеческая природа, запечатлела тот образ, которому сегодня мы с вами поклоняемся. Этот причистый образ Господь передал больному царю Авгарию для того, чтобы он исцелился. Многие несколько столетий этот образ хранился, но благодаря опять же греху, благодаря междоусобным войнам, благодаря грехопадению человеческого рода, этот образ некоторые утверждают, что был утерян, но в подобии их его остались эти святые лики нашего Господа, пред которым мы сегодня молимся и просим, чтобы свет лица его просвещал каждого человека. И эта святая обитель, которая некогда была поругана, она вновь любовью Божией возвращается нам грешным. От нас только требуется искреннее послушание, любовь к Господу, и следованию его заповедям. Заповеди его не тяжкие, говорит Господь, заповеди его легкие. Но как исполнять эти заповеди? А надо предавать себя целиком и полностью водительству промыслу Божьему. Не стараться самим решать те или иные жизненные вопросы. Я хочу, Господи, чтобы было вот так, по моему усмотрению. А Господь знает, что надо для нас полезнее делать, чтобы мы с вами не погибли, но имели жизнь вечную. И сегодня на этой земле вновь совершаются богослужения. Будем надеяться, что благодаря нашему любимому ктитору, рабу Божию Игорю, уже в следующем году, мы, может быть, в конце следующего года, осветим храм в честь новомучеников и исповедников Симбирской земли. И, может быть, в ближайшее время заложим основание храма, соборного храма, в честь всемилостивого Спаса, который будет явно свидетельствовать этот храм, свидетельствовать, что Господь любит нас, что Он благословляет Симбирскую землю. И несмотря на ту бездну греха, которую совершали предшествующие поколения, и мы не лучшие этих предшествующих поколений, и мы с вами такие же грешники, и мы также гоним Бога из нашего сердца, как те самаряне, которые не захотели видеть Господа. Он был неугоден им. Так и всему порой нашему обществу, в котором мы живем, также неугоден лик Господа, потому что Он призывает к совершенно другой жизни, чтобы мы отказались от всего того греховного, что связывает нам в этом мире, во грехе лежащем. Но будем молить Господа, чтобы Он всадил в сердца наши любящее сердце, чтобы сердце наше стало храмом Духа Святого, чтобы все темное ушло из него. И вот воссоздав в душе своей этот сердечный храм для Господа, тогда уже легче будет созидать и внешнее благоустроение наших храмов, и внешнее благоукрашение, потому что мы будем чувствовать, что любящий нас Бог дает нам силы для несения нашего жизненного креста, и мы увидим, для чего мы живем на этой земле, и в чем смысл нашего земного бытия. Храни всех вас Господь, Матушка дорогая! Храни всех вас Господь, Матушка дорогая! Сегодня мы с вами поговорим о головных уборах в церкви. Ходит много вопросов о том, почему мужчины в церкви с открытой головой, женщины должны находиться в церкви с покрытой головой, почему священнослужители находятся с покрытыми головами, причем все в самых разных по своей форме и по своему виду головных уборах. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Открытая голова для мужчины, молящегося в центре, означает символ его самостоятельности по отношению к Богу. Человек с открытой головой открыт небесам и является пред Богом неким самостоятельным, полноправным, действующим лицом. И апостол Павел в послании к Коринфянам обсуждал вопрос о том, как должна в храме находиться женщина. И убеждал своих христианских единоверок, своих сестер во Христе, о том, что женщина должна в храме находиться с покрытой головой, потому что знак ее покрывала – это есть знак ее подчинения своему мужчине или своему мужу, который тут же в церкви молится, или своему отцу и главе семейства, который ее привел в храм на молитву. И женщина в церкви обязательно молится с покрытой головой. Но вот постоянно спрашивают, почему тогда священники и священнослужители, будучи мужчинами, все-таки носят головные уборы и на богослужении, и в свободное от службы время. Действительно, это так. Но головной убор священника – это есть знак его служения, знак того, что он на богослужении выполняет какие-то определенные обязанности пред Богом и пред церковным народом. И сегодня мы с вами посмотрим и поговорим о тех головных уборах, которые мы можем увидеть на священниках. Самый простой и чаще всего встречающийся головной убор священнослужителей, священников, диаконов, церковнослужителей, которые они носят вне богослужения, называется скуфья. Это такая круглая шапочка, на которой есть четыре складки, и они в виде креста вот такие вот четыре направления на голове священнослужителей обозначают. И мы носим такие головные уборы в свободное от службы время, для того, чтобы голова была покрыта, и для того, чтобы наше служебное положение было отмечено. Но во время богослужения разные священнослужители, они носят разные свои по своему статусу и иерархическому головные уборы. Чаще всего священник носит вот такой вот головной убор, который называется камеловка. Он в старые времена, в старой церкви, изготовлялся из верблюжьей шерсти. На большинстве европейских языков верблюд слово звучит как слово кемел. И вот камеловка в переводе на русский язык может быть даже свободно перевезена как верблюжка. Такая шапка из верблюжьей шерсти. Она представляет из себя цилиндрический головной убор, расширяющийся кверху. И вот священники, которые уже послужили некоторое время, имеют сан протеерея и награждаются в качестве, знаком своего священного отличия, отличия священника, его иерархического ранга по отношению к младшим собратьям во Христе, вот правом ношении такой камеловки. Но камеловку носят белые духовенства, то есть духовенства, не являющиеся монахами, не находящиеся в монашеском сане. Если священник, он одновременно и монах, то он вместо камеловки носит другую форму головного убора, она называется монашеский клобук. Вот здесь к той же самой камеловке, такому же цилиндрическому головному убору, пришита такая накидка в виде трех такого частного полотнища. С правой и с левой стороны у нее есть ответвление, и в середине такое закругление. Это наметка, которая символизирует собой монашеское послушание, потому что монах при принятии своего монашеского звания дает три главных обета. Один из важнейших обетов – это обет послушания и священноначалью. Монахи носят свои монашеские клобуки не только на богослужении, но и порой на послушании во время своей жизни в монастыре, когда они находятся в общественном месте. Ну и еще я могу сказать о том, что в русском языке слово «клобук» породило еще одно производное слово. Это слово «нахлобучить», то есть «одеть клобук на голову». Вот. Еще я могу рассказать о головном уборе архиерея – епископа, архиепископа и митрополита. Это так называемая архиерейская митра. Вот. Есть такой у нас футляр, в котором они хранятся. Надо, чтобы он не упал. Это такая подобная короне – шапка, головной убор, на котором обязательно изображены херувимы. Вот такие вот шестикрылые крылатые существа. Обязательно архиерейская митра венчается крестом. И у нее обязательно есть иконы. Иконы Спасителя, икона Богородицы, икона Иоанна Предсечи и крест. И для каждого из церковных событий и праздников, как и церковные облачения, митры бывают разных цветов. Вот эта вот голубая митра, она одевается в богородичные праздники, посвященные празднованию Рождества или Успения, или других событий, связанных с жизнью Богородицы. Иногда такую митрой бывает награждены еще и архимандриты или другие монахи очень высокого сана, заслуженные протеереи, которые много десятилетий уже прослужили матери церкви. Но тогда на этой митре, в знак того, что это не архиерейская митра, а митра священника или заслуженного монаха, нет наверху креста. И эта митра является собой просто такую полукруглую корону. Вот почему она такой формы? Она символизирует собой одновременно царскую корону и одновременно тот венец страданий, терновый венец, который был надет на Сына Божия Иисуса Христа. Потому что, конечно, высокое положение в церкви, оно всегда связано не только с царским величием, но и с очень большими страданиями. И вот эти страдания символизируют как раз головной убор епископа, архиепископа и митрополита. У меня, конечно, нет с собой еще одного вида церковных головных уборов – это патриарший куколь. Мы видели неоднократно, как патриарх всея Руси Кирилл в белом куколе, он такой круглая, остроконечная шапка, напоминающая шлем, и с такой же белой монашеской наметкой, как мы видели черную в монашеском клобоке, выступает в своих проповедях или присутствует на богослужениях, которые он возглавляет. Это особая форма головного убора, которую кроме патриарха никто не носит. И последнее, о чем еще можно сказать, о куколе схимников. Это такой монах, который уже принял такую самую верховную, высшую форму отречения от мира, монашескую схему. Он носит тоже такую монашескую куколь, колпак, с опличьем, на котором написаны молитвы и изображены тоже священные изображения. Они бывают черного цвета, с красными, белыми или золотыми изображениями. Если мы видим на богослужениях вот таких людей, обычно это очень пожилые люди, в монашеских куколях, то это значит, что мы видим перед собой схимников, имеющих самую высокую степень отречения от мира, и, конечно, относимся к ним с уважением к их обету и к их духовному подвигу. А сегодня мы с вами говорили о тех, как будто бы не очень важных вещах, головной убор священнослужителя, но в церкви нет мелочей. И любая деталь, она показывает то положение человека пред Богом, ту особенность его служения, его место в церкви, которое обязательно должно быть в соответствии с уставом церкви и с тем гармоническим порядком, в котором мы хотим видеть весь наш окружающий мир. Если мы с вами будем говорить о церковных одеяниях, если мы будем говорить о монашеских одеяниях, то, конечно, мы должны... Это очень большая тема, но вкратце можно сгруппировать. Различные предметы священнических одежд. Есть одежда богослужебная, есть одежда повседневная. То есть так же, как и в армии, есть парадная одежда у офицеров, у солдат, и есть одежда полевая. Вот когда мы служим службе, богослужения, то мы всегда сами понимаем, и народ Божий понимаем, что священник служит не своей силой, а силой Богом, данной ему. И вот те священнические одежды, которые одевает священник, они и символизируют силы Божьи, которые являются через священником всему народу Божьему. Когда мы говорим об одеждах епископа, они имеют, конечно, свои различия. Одежды священника другие, диакона третьи. То есть мы видим, что иерархия в нашей церкви, она различается и внешним образом. То есть подобно тому, как мы можем в армии увидеть высший офицерский состав, средний офицерский состав, можем увидеть солдат. И в каждом из этих, в каждой из этих групп будут существовать уже свои подгруппы. То есть есть, например, генерал, есть генерал-майор, генерал-лейтенант. Так и в церкви тоже существуют различные отличия. Подробно говорить об этом, ну, можно, но это очень долго. Поэтому мы скажем о трех основных группах церковной иерархии. От низшей к высшей. Первый – это диакон, второй – это священник, и третий – это епископ. Диакон, он одевает стихарь, то есть такая расшитая, красивая и с крестами длинная одежда с широкими рукавами, и на плече у диакона висит такая лента. Вот эта тканная одежда называется стихарь. А лента, которая висит у диакона на плече, называется арарь. И эта лента, она символизирует как бы крылья птицы, которая летает, и диакон, он действительно очень много порхает во время службы и помогает священнику доносить слово от алтаря в народ. И поэтому диакон часто и произносит свои молитвенные прошения где-то от имени народа, где-то за народ, именно на селе, то есть перед царскими вратами, когда все люди видят его. И таким образом получается вот такая красивая молитва и в красивых богослужениях. У священника уже другое богослужение, и благодать у него больше. Поэтому тот стихарь, который был у диакона, он также присутствует в одеяниях у священника, но он уже называется подризник. То есть подрезы он одевается, и он имеет уже другую тонкую текстуру. Обычно они бывают белые, расшитые, позолотые, из тонкой ткани. А сверху одевается филонь. Это такая широкая мантия. на плечи одевается. И они тоже до пола. Спереди бывает такой вырез для рук. Это называется филонь, чтобы было удобно священнику брать священные предметы в руки. Дальше одевается епитрахиль. То есть это лента, которая у диакона была на плече, она складывается вдвое, и получается такая лента, которая одевается на голову священнику. Эта лента называется епитрахиль. Она свидетельствует о том, что у священника больше благодати, чем у диакона. И если диакон только прислуживал при таинствах, то священник совершает таинство. Ну и бывают еще награды на бедренец, на бедренник и палец. Это такие квадратные или ромбовидные, такие на поясах слева и справа вешаются изображения креста в обрамлении. Они символизируют духовный меч и щит. И таким образом священник похож на воина, который облечен в доспехе. В щит, меч, поручи – это такие нарукавницы, которые на руки одеваются с крестами. Символизирует то, что священник не свою волю исполняет, а исполняет волю Божию. И Господь руководит им, чтобы эта милость Божия, воля Божия являлась людям. Еще эти поручи символизируют оковы, в которых был Христос. То есть священник понимает, что он не свободен, он связан присягой, связан верой, связан своим служением Господу. Епископ еще больше имеет благодати Божией, чем священник. Он может совершать, в отличие от священника, все таинства, даже таинства рукоположения и освящения миром. Священник не может освящать такие таинства. Поэтому у священника уже другая, у епископа уже другая священническая одежда. На голове у него митра, сверху он одевает подризник, подсакосник. Сакос – это тоже такая расшитая парча до пола с широкими рукавами. Одевает и Петрахиль, амафор, которой эта лента широкая на плечи епископа кладется, которая символизирует заблудшую овцу, которую пастырь нашел, обессильно несет, возвращая в свое стадо, чтобы она не погибла. Так и епископ заботится о всей своей пастве, и он должен своей заботой иметь в мыслях вот именно спасение пасты своей. В первую очередь, еще епископ подается в руки жезл. То есть мы знаем, что у пастуха есть палка, которой он подгоняет овец, и строптивых овец он может даже и этой палкой наказать. Поэтому посох епископа символизирует власть, которую он должен употреблять, чтобы в его епархии был порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова